Как дела, друзья? С вами Хэпп и Вульф, и добро пожаловать в игру King's Bounty, что переводится как Королевская Награда. Это одна из моих любимых игр, она достаточно старая, по-моему, 90-го года выпуска. Является прародителем героев меча и магии, всех таких игр, где нужно путешествовать и собирать армию. Сейчас на вашем экране представлено окошко выбора персонажа. Я не помню, честно скажу, какие характеристики у кого из них, поэтому я выберу, наверное, рыцаря. Блять, ну работай, клавиша А. А вот. Так, рыцарь имя. Сложность дней счета, я сейчас поясню, что это такое. Дело в том, что король, какой-то там король, я не знаю, он, в общем, потерял где-то свой скипетр. А нам нужно, в свою очередь, этот скипетр найти. И нам дается определенное количество дней, то есть на легком уровне сложности 900 дней, на нормальном там 600. Но это дни не в реальном времени, а дни какие-то игровые. И дело в том, что когда я играл в каком-то там году, я уж не помню, эти дни, в общем, летели очень быстро. Я ни хрена не успевал, и, в общем, король умирал за 900 дней или за 600, я не знаю. То есть я не находил ни хрена скипетр, я вообще не понимал, чего надо было делать. Сейчас же, в принципе, я прочитал, чем надо в этой игре заниматься, то есть искать скипетр. Но об этом чуть позже, так. Так, какое имя 900? Так. Имя Вульф. А как выбрать ми? А, вот. Давайте выберем легко, чтобы мало-мальски. Так, создается новый игровой мир, подождите, пожалуйста, пока. Итак, вот все, 43, 24, нажмите, вот и все. Итак, окей. Так. Оп, оп, оп. Ну так вот, наш король потерял свой скипетр, а нам, в свою очередь, его нужно найти. Справа на экране вы можете видеть количество дней, там осталось 900. Чуть ниже, чуть ниже, что там, 4 иконки, 5 иконок. Первая иконка это злодей, которого нам нужно победить. Тут, как бы, все злодеи сидят вот в таких же замках, только не конкретно в этом, в этом сидит наш король. Злодей, на которого нужно взять контракт вот в этом колодце. На самом деле, это арена, но я всегда думал, что это колодец. Чуть ниже рамочки со злодеем нарисована катапульта, которую нам нужно потом будет купить. Чуть ниже книга магии, то есть тут можно использовать магию, но я так и не разобрался, как. А чуть ниже, самое интересное, вот эти вот поля из разлинованных красных кубиков, это карта. Собственно, когда мы эту карту откроем... Сейчас, мэп. Так, это не та карта, стоп. Погодите, а как тогда карту сделать? Сейчас, секунду. Блядь, игра сохранена. Стой, да нет. В общем, короче, я потом найду. Это карта. Обрывки карты сперли как раз-таки злодеи, на которых нам нужно брать контракт и выседают в замках. Каждый раз, когда мы будем захватывать замок, мы будем открывать один из этих кусочков красненьких. А в конце концов... Да где же карта-то? А в конце концов мы узнаем, собственно, по этой карте место, где зарыт скипетр. Придем туда, нажмем кнопочку поиска Только я не знаю, как эта кнопка называется Я все абсолютно забыл И, собственно, скиптер будет возвращен И мы победим Но я не думаю, насколько я буду проходить эту игру Так, уже один день прошел сверху Написано 899 Пока я тут болтал, сейчас король умрет Так, ну, начнем мы, собственно, играть Начнем собирать армию А, и чуть ниже еще пятая иконка Это, собственно, золото мое Я не понимаю, что там Какие-то голубые монеты, желтые монеты Так, мы подобрались к сундучку Бегало король Ладно, недалекая зарплата, мы 16 В общем, короче говоря, если нажать на этом сундуке Букву A Английскую, то все золото Ну, как в Героях Меча и Магии Все это, наверное, играли Все золото переходит в ваше владение А если назвать кнопочку B То все золото разделяется между вашей армией И ваша мораль таким образом повышается И вы сможете нанимать больше юнитов Только я не понимаю, почему тут не написано Какую кнопку я должен нажимать Вот я нажал сейчас B То есть тут абсолютно почему-то в русской версии не указано Что я должен нажимать В общем, все золото я только что разделил И себе нихрена не забрал Так, вот он, этот колодец Мы находим Город Хантервиль Так, вот Под буквой A можно взять новый контракт На какого-либо злодея Который... Ой, случайно взял Который спер один из кусочков нашей карты На этом континенте этих злодеев всего там 5 или 6 Континентов в игре несколько Лодка Лодку нам придется купить обязательно По той простой причине, что... Так, я все деньги просрал на лодку Что нам придется путешествовать по воде Так, разная информация С... Сотные духи А, ну это информация о юнитах Я сам вам все расскажу Мост Закл Купить таран А, таран Собственно, по всему... Это... Это катапульт А... Мост Закл Вы можете исчезнуть Что еще? Ё-моё, заклинание, что ли, какое-то купил Ну и нахуя оно мне нужно? Пиздец Выду-ка из этого колодца А то тут ничего в русской версии толком не написано Я сейчас понатыкаю все И золото не останется Так, это опять сундучок Так, на сей раз я заберу все золото себе Так, насколько я помню, вот... А! Вот они, эти юниты, как в Героях Меча и Магии Которые охраня... Я не знаю, что они охраняют Они разбросаны просто по карте Их нужно побеждать Но дело в том, то, что... Мои разведчики, от которых толку вообще нету Рассказали то, что у данного юнита пара... Кочев... А, ну, собственно, это кочевники Немного крестьян и пара скелетов Но поскольку армии у меня, по-моему, вообще нету Я могу отказаться от боя И начать убегать Обычно, правда, они преследуют меня Но данный юнит, я не знаю Может быть, все равно он и меня Или он думает, что я слишком немощный Чтобы сражаться с ним Он решил меня пощадить Так А у... Чего там с королем? Ну-ка Встретили вас торжественным звоном фанфар Но я еще ничего не принес Я не заслужил этих Сударь! Какой сударь? Мы ж не в России находимся Так, нанять солдат Блядь, милиция, лучники, солдаты Какая милиция? Что за хрень? Блядь, кто вот эту игру переводил? Я вот специально хотел в английскую версию поиграть Но потом подумал, что, может быть, кому кто-то плохо знает английский язык Ему будет неудобно Все-то я не смогу дословно перевести Мои знания в английском языке не так хороши Решил поставить русскую версию Что я вижу? Милиция Как... Ай, ладно Так Вы захватили кучу негодяев Я не буду даже читать, что тут написано Потому что мне это совершенно неинтересно Поля Хорошо, хоть поля перевели правильно То есть это местность Поля Мы можем нанять 250 крестьян сразу Цена за каждого 10 монет Денег у меня 6000, судя по всему То есть я могу нанять максимум 100 крестьян Но найму я, ладно, пока что 20 Оп Оп-топ-топ-топ А, вот Теперь тут написано Забрать 400 монет Или разделить золото между крестьянами Я так понял То, что все-таки Не все сундуки Несут в себе золото Которое можно забрать себе Или там Разделить золото между... А, понятно все У меня армии не было, чтобы разделить между ними золото А теперь армия есть Я могу либо разделить Либо Забрать себе Ну ладно, давайте отдадим их армии И крестьяны будут Сильны титаны И крестьяны будут радостны Так, а что это у нас за замок-то? Я не могу никак его посмотреть Замок Витар Принцесса Аймал и армия оккупировали замок Ну пока мы не будем ничего Осаждать Мы исследуем карту А потом уже будем Выкуривать их из замков Своей Могущественной армией И Забирать Кусочки карты Так, опять поля Опять это пришел туда же Или нет? А, нет, я не тут был Также кусочки карты Можно открывать артефактами Которые мы периодически Наносим Находим Это Не конкретно скипетр короля Их тут просто куча Этих артефактов Там и Это что такое? И кольца И И кольца И какие-то Меч по-моему дальше И кулон И свитки какие-то старинные Так Мне нужно найти хотя бы какую-то Таверну Я не знаю Чтобы нанять Так, окей После исследования земли вы обнаружили Что она богата минералами Король наградил вас Молодец, король Спасибо Я не буду с ним драться И свалю обратно в свою лодочку И поплыву дальше Ну Грубо говоря Данный островок Мы Наплыли по контуру Внутри Как вы видите Черная неизведанная территория Да и С других сторон тоже Ну я просто не могу сейчас Внутрь подняться Потому что Да ё-моё Потому что там стоит Этот рыцарь Который Охраняет всё И у меня в армии Только 20 крестьян Каких-то немощных Это самые Бесполезные юниты Совершенно Даже если там 250 тысяч Себе собрать Или сколько там Максимум можно От них толку всё равно не будет Да эти звуки Плывущей лодки Мне запали в память На всю жизнь Уследование Вам обнаружили Ну я понял всё И опять Видите Этот юнит Следует за нами То есть От него можно Отвязаться Грубо говоря Вот так вот Оставить его тут Чтобы исчез С поля зрения Вот так вот Оплыть Если нужно Подойти Допустим Вот сюда Пока он нас не видит Он гоняться За нами не будет На самом деле Путешествовать тут Без лодки Пешком Очень опасно Потому что Два юнита Могут Встретить вас И зажать Просто между собой И вам придётся Драться С обоими И не факт Что вы ещё победите И в живых Останетесь Поэтому Поэтому лучше Путешествовать На лодочке Так тут Мы только что Были А я вспомнил Как посмотреть Эй стоп А вот она Пауза Вот Вам представлено Все кто Взял Кусочки Нашей карты Ну не все Не все конечно А некоторые из них Это злодеи Которые украли Куски нашей карты А также Показаны артефакты Которые можно Собрать Чтобы открыть Данную карту Так Escape для выхода Всё понятно Я вспомнил Так Пещерка Тут у нас Орки Лучники Мы можем Нанять 24 Максимум Орки Вам доступны А ну понятно Доступны Мне с моей великолепной Харизмой Аж 200 Лучников Так Посмотрим Что у нас тут Тут у нас домик Эльфов Локация Лес 250 гном Вам доступны На 60 Давайте Наймем Ещё Гном Так Тут у нас А вот Он меня Обошёл И Как мне терять Него Отвязаться Я абсолютно Не знаю Орки Система Система Боя Тут Довольно Интересная Чтобы выстрелить Нужно Нажать Английскую Буковку С То есть Shoot И вам Будет Представлено Что-то Вроде Мишени И вы Можете Вести Огонь На Расстоянии По Любым Юнитам Наверное Выстрелив Вампиров Потому что Они представляют Наибольшую Угрозу Толку От того Что я Выстрелил Абсолютно Чувствую Я потеряю Половину Армии В этом Бою Ну ладно Это Не беда Мы Соберём Новую Мхм Что-то совсем всё плохо у нас. Сейчас кто-то отправится прямиком в замок. Это буду я. Так, у меня два хода, и я могу выстрелить ещё два раза. А, выстрелов у меня больше не осталось, ну ладно. Я думаю, мы победим по-любому, потому что у нас ещё достаточно крупная армия. Осталось 24 гнома, 14 лучников. Но, как говорится, потери слишком велики, оно того не стоило. Но у нас не было выбора, потому что дурацкий рыцарь зажал нас между скалами, и делать нам было нечего, кроме как сражаться с ним. Четыре вампира, или сколько их там было, они доставили нам столько головной боли. Да, мы можем так ещё до вечера сидеть. Наконец-то. Так, это наша первая победа. Мы потеряли абсолютно всю армию, можно нанять ещё орка. И восстановить гномов. Это было совершенно бесполезное сражение. О! Я нашёл в сундуке карту нашего континента, и я открыл её полностью. Открыл его полностью. Так, сейчас нам нужно по той речке будет пробраться куда-то наверх. Так, а по левой стороне у нас зыбучие пески. Я не помню, что там вообще в них находилось, но... Каждое передвижение по этому зыбучему песку стоит, там, по-моему, в два раза дороже, чем передвижение по воде, по суше. И дни будут лететь достаточно быстро. Тут у нас сидит пиротроп. Ну, мы ещё придём к этому пирату Робу и... Отправим его отдыхать. Эээ, а куда вся карта делась? Я думала, она нам всегда открылась. Ладно, ладно. Ой-ой-ой. Так, а что мне делать? А, тут. А, наши крестьяне. Давайте наймём... И ещё сто крестьян. Семь-ка и десять, да, конечно, сто. На то ещё я потрачу тысячу монет, ну ладно. Ведь какой-то толк от них будет. Телепорт какой-то я нашёл. Я совершенно не понимаю, как пользоваться всеми этими телепортами и прочим. Поэтому я отведу этого дурачка вот сюда. Оставлю его тут сидеть. Сам соберу сундук. Тут у нас, по-моему, тоже что-то должно было быть. Ага, рыцарь. Ну да. Что тут ещё могло быть? О, тюрьма. В тюрьме можем нанять скелетов, мы их тоже нанимем. У всех воинов из моей армии есть своя мораль, и если вы собираете разношерстную армию из орков, гномов, то есть видите, у них каждый юнит подсвечен своим цветом. То есть там есть нежить, есть, ну в общем все как в Героях Меча и Магии, и только как раз таки у нежити, то что отмечено красным, нету своей морали, и вы можете нанимать вместе с этой нежитью каких-то других юнитов. Чем слабее мораль, чем разношерстнее армия, тем хуже будет сражаться, то есть ваши войска. Да, лучше конечно собирать армию из какого-то определенного региона, но не в нашем положении как бы выбирать кого собирать, потому что сражаться придется довольно-таки часто, и пока вы будете собирать там армию из каких-нибудь троллей, феечек и гномов, в общем всю лесную армию, вас убьют. Так, склеп, 25 призраков. Эти призраки, что хотелось бы отдельно отметить, самый, наверное, мерзкий юнит из всех, что я встречал, потому что когда я играл за них, я не за них, то есть нанимал их, это я не помню в каком году играл, в общем давно, я не знал то, что на букву Б, английскую, можно как бы повышать свою мораль и нанимать больше юнитов, я все время нажимал А и забирал все золото себе. Ну и вот, если вашей морали недостаточно, то данные привидения выйдут из-под контроля и просто-напросто перебьют армию врага, а потом примутся за вас. То есть это будет стопроцентное поражение, поэтому я, конечно, понимаю сейчас, как ими управлять, но от греха подальше я их собирать не буду, они мне абсолютно не нужны, я найму лучше что-нибудь другое. Да, тут опять скелеты были. Так, это... Ну, еще один. Что у нас тут? Тут у нас варвары. Доступно три. Окей, купим варваров. Тут скорее... А, тут у нас лучники. Лучники у вас есть на максимальное количество армии, понятно. Лучники, которые могут ходить, по-моему, три раза, это один из самых... Ну, один из тех юнитов, которому доступно максимальное количество шагов. То есть, по-моему, больше трех сделать нельзя, можно просто перелететь. Так, крестьяне, гномы, орки, варвары. Я не знаю, надо кого-то выгнать отсюда, чтобы нанять этих лучников, ну ладно, пока мы их в покое оставим. Запомните, где они находились, у нас лучники были. Ага, вот тут. Сейчас нам, скорее всего, придется с кем-нибудь подраться. Скрытую в деревьевном углу вы нашли карту, описывающую дорогу. А! Ну, как континент. Нет, В. Так, это все мои артефакты, это информация о моем герое, авторитет, там, деньги, так, С. С это не то, В, не то, Н. Да нет. Как-то же можно перейти на другой континент, я только... Честно говоря, не помню как. То ли Н, то ли В, ну ладно, пока это не работает, бог с ним. Так, эльфы, гномы, духи, нет, не хочу. Так, ну этого мы никак отогнать отсюда не можем, но нам нужно все-таки посмотреть, что внизу, поэтому мы с ним сразимся. Так, гномы, эльфы, надо вырезать с самого начала его этих лучников, потому что они будут доставлять много головной боли. А, и варвары могут ходить три раза, ну это отлично. Некоторые юниты, как эти феи, например, умеют летать, они могут подлететь вплотную. Ну, понятно, мы... Толку, что они подлетели, мои орки. Дали им ясно понять, что с нами лучше не связываться. Так, как там наискосок-то ходить, я уже забыл. Ладно, бог с ними, стой тут. Так, странно. Толку от моих варваров нету. Я думал, они хоть сколько-то гномов бьют, но они ничего абсолютно не сделали. Ну, это абсолютная победа. То есть, наша армия, как я и обещал, будет расти. То есть, по сравнению с тем боем, где мы потеряли вообще чуть ли не всех, этот бой получился практически без потерь. Я еще и золото заработал. Так, этот замок у нас... Архираунд. Канигорн. Мистик и армия оккупировали замок. Не будем мы пока замок твой трогать, но мы к тебе еще вернемся. Еще один. Так, что у нас там внизу-то я не вижу-то. Он что-то, по идее, охраняет, потому что там засекреченная территория, и подойти туда никак по-другому нельзя. Давайте подеремся с ним, что делать. Так. Вот викинги это просто жопа. Их лучше, я не знаю, пока постою на месте, этих викингов лучше расстрелять издалека. Потому что они представляют достаточно серьезную опасность. Давайте постреляем по ним, по мере возможности сократим их армию, а затем сходим. Будем играть от обороны. Ну, к сожалению, ребята, вы до меня не дойдете. Так, я нельзя, не могу выстрелить, потому что стою в упор к крестьянам. Они даже убили одного моего орка. Так, ну хорошо, мы пропускаем два хода. Сейчас викинги подойдут вплотную, ударят моих орков. Ничего им, конечно же, не нанесут. Ну и победа. Так, что же у нас тут? А, тут у нас... Нечто неплохое. Кто у нас тут? Волки, зомби, викинги? Давайте убьем их. О, волки! Просто потому что я так хочу. Так. Опять нужно будет убивать викингов на расстоянии, потому что их нельзя... Есть такие юниты, которых ни в коем случае нельзя подпускать вплотную в большом количестве, потому что если их заранее не уничтожить, то они одним махом, вот 4 викинга, могут, я думаю, так, эдак 20 моих крестьян просто за раз положить. Я вообще не знаю, чем этих крестьян нанял, это самые слабые и бесполезные юниты. Они разве что армию разлагали. Посмотрите на него, он одет в какие-то обноски и вооружен виллой. При этом не может дать в лоб какому-то зомби, который еле передвигается. Передвигается. Викинги ждут, не ожидайте. Вот, он подбирается к нашим гномам, но ни одного юнита... Хотя, может, нашего гнома сейчас нет. А, да, одного гнома все-таки убил. Флаг ему в руки. Даже двоих. Так, а почему я не могу выстрелить-то, что за дела? Все, победа. Так, и что мы тут нашли? А, стоп. Сюда можно было... Ай! Ай-яй-яй. Сюда можно было обойти с другой стороны. Я зря перебил троих человек. Потратил 30 дней. Так, ну ладно. А, это пещера без юнитов, это сквозная пещера. Можно перебраться в какую-то другую часть карты. А, вот, если на пробел нажать, то вся карта откроется. Так, окей. Я не хочу с тобой сражаться. Так, а он меня тут подкараулил, и никак обойти его не могу, окей? А, вон эти караванщики теперь появились. Эти тоже та еще заноза в заднице. В кочевнике. Их нужно как можно быстрее убить будет, опять же. Так, ну сейчас их станет примерно трое, можно уже выдвигать армию. Не дадим им напасть на наших орков. Так, караванщики, я думаю, сейчас плюс-минус 5, а 6 крестьян всего. Ну странно, я думал, они будут сильнее бить. Просто наших крестьян 90, всех можно в расход пустить. Абсолютно бесполезные. Но, как говорится, могут задавить числом. И когда этих крестьян 500, то ваши враги 10 раз подумают, прежде чем нападать на вас. Хотя, какая бы у вас не была армия, по-моему, как в Героях Меча и Магии, враг не будет, как бы, бежать. Он будет с вами драться при любых раскладах. Что не есть хорошо. Так, вы... А, ну у нас осталось уже, в принципе. Все, опять победа. Тут можно нанять... Да, как я и думал, тут можно нанять волков. Но давайте наймем их. В принципе, у вас уже есть максимальное количество армий. Так, что мы сейчас делаем? Мы возьмем армию, наведем на... Ах, как же... А, по-моему, я сейчас... Я сейчас вспомню. Контроль, пауза, анимация, количество солдат. Анимация, звуки. Как-то можно было... А, вот оно, управление, армия, контроль, лететь. Летать тут можно по карте, если все ваши юниты, как бы, летающие. То есть, можно нажать кнопочку F, вы оседлаете дракона и будете кататься. Но мои юниты не то, что не летают, они еле ползают, поэтому... Так, контракт автотарный, головоломка, раскопки, колдовать, характеристики, ждать... А где же тут переходный... Ну-ка, в C. В. Как же мне перейти на другой континент? Наверное, еще нельзя. Так, окей. Мне нужно сейчас каким-то образом мою армию распустить. Как это сделать? Ладно, друзья, я думаю, на этом можно закончить уже видео. Я не знаю, буду ли я снимать продолжение. В комментариях напишите, как вам понравилось или нет, интересно. А с вами был Happy Wolf. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч! Блядь! Спасибо за просмотр!